Особое мнение на 101FM История последних трех месяцев Наверное Ну нервно Сказалась на рынке В том числе и в Кировской области Что сейчас? Учитывая, что ставка Центробанка сейчас снижена Мы видели, что сначала она резко взлетела А потом поступательно снижалась Сейчас она 11% И эксперты говорят, что Это позволяет банкам Держать ипотечные кредиты На вторичную недвижимость На уровне 12-13% Вот эта ставка 12-13% Для тех, кто хотел бы взять ипотеку Это по-прежнему заградительная ставка Или все-таки мы можем ждать Какого-то оживления Мое личное мнение, что ставка Если она двухзначная, то это все-таки заградительные меры То есть да Какие-то небольшие суммы Когда у людей немного не хватает денег Они будут брать под такую процентную ставку Потому что Вопросы улучшения жилищных условий Они всегда перед семьей Когда-то встают То есть кто-то родился Кто-то женился Кому-то наоборот нужно разъехаться Поэтому Будут брать Но объемы Будут крайне невелики Сейчас Что вообще на рынке происходит? То есть мы можем описать сейчас ситуацию Сейчас все замерло Или все-таки Есть какие-то движения И кто-то что-то покупает? С точки зрения потребителя То есть На мой взгляд Сейчас потребитель занял Выжидательную позицию Почему? Потому что У нас во-первых Есть льготная ипотека То есть это и Альтишники Которым дали очень Привилегированное положение Но Их количество В городе Кирилля Наверное невелико То есть Это и семьи У которых есть дети То есть И льготная ипотека На Новостроке Она тоже есть И причем Здесь везде уже Однозначное значение Процентных ставок То есть они есть Ну сколько однозначные Шесть, семь, девять процентов Ну у нас Если мы говорим Про льготную ипотеку На Новостройки То она ниже девяти процентов То есть Девять процентов государства Но Один из крупнейших банков Где-то Анонсирует Под восемь и семь Поэтому Для 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 семей с детьми Это еще ставка меньше То есть В принципе Она где-то близка К тем значениям Которые были у нас До двадцать четвертого февраля Но У нас произошел Резкий рост Цен На строительные материалы На все Что связано С себестоимостью И себестоимость У строителей Очень резко выросла Причем она выросла Ну наверное Даже не десятки процентов Наверное в разы Поэтому сейчас Потребитель ждет Что же будет дальше Причем По крупным городам То есть Таким как Москва Санкт-Петербург Идут уже анонсирования Что цена На метр квадратный Снижаться Но Но она там наверное Взлетела После двадцать четвертого Давайте рассуждать С другой точки зрения То есть построить дом Ну вот у нас там Зарплата отличается Ну пусть там в два раза То есть строительные материалы В Москве Например будут стоить дешевле Поэтому вот сама коробка Строить ее Что в Кирове Что в Москве Что в Казани Это примерно Одни и те же деньги Да цена там Других сопутствующих Сущениями земли Она может отличаться Но И зарплаты сотрудников Строителей самих Ну пусть в два раза Да то есть Ну пусть в три раза То есть Но себестоимость Зарплата это Всего лишь 8% Себестоимости Да то есть Если даже в три раза То это Ну какой рост будет Поэтому вот Коробку построить Это будет там В полтора раза дороже Чем в городе Кирове А цена там Отличается Ну Наверное Раз в пять В шесть Поэтому да Там есть Там есть Как скажем Как сказать там Прибыльная составляющая Гораздо выше Чем в городе Кирове Поэтому там Есть куда падать А в городе Кирове Себестоимость Средиземства От продажной цены Не сильно отличается То есть Рентабельность На уровне там 20% Это Те риски Которые Могут в конечном итоге Обернуться И убытками Почему я об этом говорю То есть Мы же понимаем Что деньги привлекаются Там С момента Закладки фундамента Условно говоря И Мы должны Спрогнозировать Та цена Которая будет На выходе И вот Та маржа Которая закладывается Первоначально Она может быть Превышена Ростом затрат То есть Ростом себестоимости Потому что Строительство же Не месяц ведется Не два И не три Ну примерно Ну тут такое Среднее Это полтора года Полтора года Да То есть За это время Много что может Поэтому Естественно Застройщик Может быть На начальной стадии Где-то И перестраховался Но в сегодняшней ситуации Я не думаю Что Кто-то умножит Цену на два Потому что Он просто По такой цене Продать не сможет Поэтому Ждать Снижения Цен На строительные Материалы Не приходится По зарплате Мы видим Что Поднимается Минимальная зарплата Прожиточный Минимум То есть Мы все равно Должны будем Компенсировать Нашим работникам Вот ту инфляционную Составляющую То есть Рост стоимости Метра квадратного Он будет продолжаться И дальше Он не остановился То есть Снижать в Кирове Если мы про кировскую Область говорим Снижать в Кирове Не из чего Нет вот этого Запаса Строить себе Скажем так Заграние Закладывать себе Убыток Никто не будет Да То есть Я вижу ситуацию Такую Что да Пусть не будут покупать Но Цена на метр квадратный Останется На таком уровне Да Это там Не 20 Не 30 Процентов Это там Какие-то Ну минимально Там 5-7 Процентов Это наверное Максимум Что пойдут Достройщики Вы говорите Пусть не будет покупать Это получается что То есть Строительная компания Строит И жилье Остается у нее На балансе Да Будут непроданные квартиры Да Будут непроданные квартиры А ведь эти квартиры Как я понимаю После ввода Дома в эксплуатацию Строительная компания Должна платить уже Там коммуналку И еще Ну это меньше затраты Чем ты Если скинешь Там 20% Потом когда-то Эти квартиры продадутся Единственное Это привлечет к чему Что будут сокращаться Трудовые коллективы Ну Люди освободятся А этот процесс Он сейчас уже идет С высвобождением сотрудников Я помню Мы с вами говорили Когда Вот только еще Еще не было Вот этой истории Со ставками ипотечными Да То есть Не подорожала еще Кредитная составляющая Но уже была проблема С выдачей разрешений То есть Меньше стали строить И Вот стоимость Рост стоимости Материалов Вы тогда говорили Что уже пошли Увольнения Значит Этот процесс У нас начался В прошлом году Когда возникли Проблема У застройщиков Сходящей разрешения Стрельства И предприятиям Пришлось сокращать Свои трудовые коллективы Эта проблема И нас не обошла стороной А куда сотрудники Высвобождаются Простите за такое слово То есть Они В каких-то Параллельных нишах Себе ищут работу Или они уезжают В другие регионы А вот то и другое Причем отток Квалифицированных Рабочих кадров Он налицо И даже сейчас Если Есть потребность То ее возместить Крайне сложно Крайне тяжело Найти людей Которые тебе нужны Они разъехались Все Наверное да Почему Потому что Там зарплата Намного выше И Так скажем Вахтовый метод То есть Заработал Получил Заработал Получил То есть Вот такими Как сказать Набегами То есть Работать Многих людей Это привлекает А куда уезжают Если не секрет Большей частью Вы не забывайте Что у нас Исчезли гастарбайтеры Которые приезжали Из ближнего зарубежа И По оценкам Специалистов Это сотни Тысяч рабочих рук Которые нужны В первую очередь В крупных городах Мегаполисах То есть Это Москва Питер Ну даже Если взять Казань То там Зарплаты Все равно Значительно Отличаются От города Кирова И стоимость Недвижимости Наверное Повыше В разы Поэтому Отток Квалифицированных Рабочих кадров Он есть И мы его Ощущаем На себе Я думаю Что не только В строительстве Это Ну и в других Видах Квалифицированной Деятельности Вы говорите Есть отток И мы это ощущаем Это значит Что в Кирове Все-таки Ну как бы Потребность Есть в кадрах Квалифицированных То есть Потребность В кадрах Есть Есть Свободные Рабочие Вакансии Но они Не заполняются Потому что Зарплату Выше Просто Застройщик Дать не может А за те деньги Которые он готов На сегодняшний момент Платить Ну Нас это Просто не укладывает В себе стоимость То есть Рынок Все-таки Не стоит Работы идут И какие-то Объекты Строятся Давайте Если Мы заключили Хотя бы один договор Долевого участия На дом То мы должны Его достроить Иначе Это может закончиться Плачевно Вплоть до уголовной Ответственности Руководителя Поэтому Ресурсы На то Чтобы достроить Эти дома Все Изыскивают Да То есть А то что Это не продается Но это уже Другой момент Скажем Сколько сейчас В среднем Стоит квартира В новостройке Ну вот так А вот Я видел Цену По моему Вернее Статистику По моему Сцена Где-то В районе Восьмидесяти тысяч Рублей За метр Это за метр квадратный Это по однокомнатной Это средняя цена Такого Я не сам проводил Я просто понимаю Что квартира В которой больше площадь Она за квадратный метр Выходит дешевле Чем маленькая Ну это такая средняя температура По больнице Которую Такой ресурс Посчитал Восемьдесят тысяч За квадратный метр Это если брать квартиру Там условно Сорок метров Три двести Получается Три двести Но это не маленько Это в черновой Ведь отделки Три двести Это для Кирова Мне кажется Достаточно высокая цена Особенно учитывая Что Часто ведь покупают Квартиру в новостройке Продав перед этим Какое-то свое вторичное жилье А вторичное жилье Сейчас наверное Плохо продается Из-за того Что нет ипотечных кредитов Дешевых Здесь Так скажем Медали в двух сторонах То есть Те Скажем так Тенденции Которые у нас были В прошлом году То есть Нехватка Выдачи Разрешения на строительство Она привела к тому Что сейчас Мало предложений На рынке первички То есть По сути дела Конкуренцию Ну свели к минимуму То есть Ну раз нет конкуренции То и Выбора У Потенциального Дольщика Наверное Тоже Мало стало Но и предприятия Раз вы сократили объемы То есть У вас вырастала себестоимость Чем меньше строишь Тем дороже Метр квадратный То есть Такая понятная ситуация Понятно Еще вопрос По поводу того Что же все-таки Происходит сейчас С выдачей разрешений Вот эта ситуация Она каким-то образом Нормализовалась Или нет Нет С одной стороны Мы видели Вот недавно Совершенно эту встречу Еще тогда Губернатора Игоря Васильева С застройщиками С рядом застройщиков Да И вроде Потом появилась Информация о том Что кому-то Что-то выдали Какие-то 8 По-моему Разрешений Значит разрешения В основном Выдали по решению суда То есть Та информация Которая есть Это состоявшиеся Решения суда Которые вступили В законную силу Которые говорили о том Что отказы Выдать через решение Были незаконными После этого Ряду Застройщиков Города Кирова Выдали Разрешение На стерилизм Тот вопрос Который Не был решен В прошлом году Он остался Нерешенным И в этом году Это Определение правил По комплексному Освоению территории То есть На сегодняшний момент Это так И не решено С точки зрения Правового Какого-то Обоснования То есть Нет правовых Механизмов На мой взгляд Сегодня это вопрос Такой Отданный полностью На откуп Чиновника Хочу принимаю решение Хочу не принимаю решение Поэтому Правила землепользования Мы их оспариваем В суде И Мы видим Только один путь решения На сегодняшний момент Это судебная перспектива А На какой стадии Сейчас Все Вот весь Судебный процесс Там несколько исков Есть иски Которые уже Удовлетворены Есть иски Которые уже Оспариваются В апелляции Поэтому Сами понимаете Суды Это у нас Не быстро Это Несколько месяцев До года Примерно История Мы сейчас В этом процессе Я говорю Мы Скажем Это консолидированная Позиция Застройщиков Города Киева Были ли какие-то Возможности Переговорить С кем-то Я не знаю Порешать вопрос Учитывая Что у нас Сменилась В области Власть Не знаю Встречались Вы не встречались С исполняющим Обязанности Главы региона Нет Я лично Не встречался И я думаю Что стройка Это не первый вопрос Который будет решать Губернатор Исполняющий обязанности Есть другие вопросы Которые должны решаться На сегодняшний момент В авральном режиме В режиме Речного управления Я думаю Да До стройки дойдут Руки Но это произойдет Не сегодня И не завтра Поэтому этот период Нам надо просто Протерпеть Переждать И двигаться Будет дальше А есть ресурсы Потерпеть И переждать Это у каждой организации Скажем так Свои возможности Своё видение Этой ситуации Любой кризис Он уже Это не первый кризис Который мы переживаем И поэтому Кто-то из него выходит А кто-то Уже не может Преодолеть эти проблемы Причем То что началось В прошлом году Оно усугубилось Той ситуацией Которая есть сегодня И это уже Вот Сегодняшняя ситуация В прошлом году Мы имеем ввиду Повышение стоимости Нет Отказы Выдачи Разрушения Стрельства А сейчас Это вот Снижение потребительской Способности Это замирание Рынка потребления Да То есть Вот это как бы Усугубилось И это мы здесь На нашем региональном уровне Решить не сможем Никак не получится В целом По оценке Там первых Не знаю Недель Работы здесь Александра Соколова Есть ли мысли Какие-то По поводу того Насколько Ну не знаю Там Возможно Находить общий язык Вы говорите Сейчас Сейчас недостройки Но все-таки Я вспоминаю Строительство Ведь это Ну там Один из основных Таких Одна из основных Составляющих Любой Ну и называть Локомотивом Экономики Конечно Потому что Это и рабочие места Непосредственно Как бы В вашей сфере И огромное количество Сопутствующих сфер Которые вокруг Это все правильно Плюс мы же создаем Еще налогоблаговую базу Которую никуда Вывести нельзя То есть построенный дом У него есть Собственник Который платит налог И это всегда будет Пополнение местных И областных налогов И дом никуда не увезешь Плюс это Рабочие места Связанные С сферой ЖКХ То есть тоже Дом должен Восслуживаться И от этого Никуда не уйдешь Ну и естественно Это какие-то потребления То есть это Начиная от мебели Там Мебель Ремонт Ремонт Да То есть Все это создает Это же электроэнергия Это же водопровод Это же ресурсы Которые потребляются То есть Все это создает Новоблаговую базу Это создает Рабочие места Я не знаю До когда Дойдут руки До стройки То есть Надеюсь Что это когда-то Произойдет С той стороны Не было пока Предложений встретиться Пока С союзом строителей То есть Использующая обязанность Встречалась С другими Профессиональными Сообществами С торгово-промышленной Палатой Потому что Это крупное предприятие То есть Здесь Ну Я думаю Что На сегодняшний момент Пока Использующие обязанности Делают все правильно Да То есть Он Знакомится с регионом Ну Если мы вернемся Там Пятилетней истории Да То есть Когда Васильев пришел Он делал тоже В принципе Самый вопрос Чем это дальше Обернется для Кировской области Вот Я бы сейчас Я бы сейчас Никаких-то Оценок Никаких прогнозов Не делал Посмотрел бы Краткосрочный промежуток Полгода Год И тогда Наверное Выводы появятся Минусы какие То есть У исполняющего обязанности На сегодняшний момент Нет команды То есть Ему нужно будет Решать Кадровые вопросы Это вопрос Наверное Для него Первый Почему Потому что Один человек Наверное В поле Не воин И вот Те мысли Те Может быть Какие-то Инициативы Которые у него есть Должны реализовываться Здесь на месте А вот С этим Может быть Все плохо То есть У нас Самую Благую Инициативу Могут Обернуть В такие Неблагоприятные Последствия Для региона Поэтому Пожжем Увидим Тут уже были Сделаны заявления Кадровые С одной стороны Было сказано О том Что резких Каких-то движений Предприниматься Не будет Я так имею Подозреваю Что до сентября Как минимум Не будут Каких-то Может быть Резких шагов С другой стороны Вроде как Было обещание Там и на местные кадры Операции Привлечь кого-то Вам как кажется Все-таки В Кировской области Есть люди Которые могут Туда пойти Взять на себя Эту ответственность Туда я имею ввиду В серый дом Я думаю Что это вопрос Руководителя Почему Потому что он должен Создавать команду Которая понимает его И которая С ним является Единомышленником Можно взять Умнейшего человека Но у которого Скажем Не будет Понимание У которого Будет Своя точка Зрения Которая не будет Реализовывать Те Скажем Инициативы Которые дает Руководитель И ничего хорошего Из этого не выйдет Поэтому здесь Вопрос Подобрать людей Которые были бы Единомышленниками Которые бы Разделяли точку зрения Руководителя И не важно Откуда они будут Из Кировской области Или Для меня По большому счету Не важно Лишь бы человек Пришел и работал А не решал Какие-то Свои внутренние вопросы Либо Занимался там Пополнением Своего бюджета Личного Возвращаясь К теме строительства И к оживлению рынка И вообще К перспективам Если про ставку Говорить банка И про то Что поспособствует Условно Оживлению Какому-то Сколько она должна Составлять сейчас Ну вот эта ставка От которой отталкиваются Все кредиты Ставки Я скажу о том Что Центробанк Анонсирует еще Снижение Я не думаю Что оно будет Таким значительным Потому что Предыдущее было 3% Я здесь думаю Оно будет Гораздо скромнее Однозначно Ставка должна Быть однозначной То есть это Меньше 10% При ставке Скажем 8% Лет 6 назад Был Скажем Ажиотажный спрос То есть Вопрос Ставки Это наверное Вторично Первичное Это доходы Населения То есть состояние экономики В целом Чтобы люди были Уверены Завтра Если у людей Есть доходы Которые позволяют Им приобрести Недвижимость По той цене Которая Есть у застройщиков Им в помощь Это ипотека Но если У людей Такой возможности Не будет Ипотека С мертвой точки Эта ситуация Не сдвинет То есть Все будут понимать Что это слишком Большое обременение Но это неподъемно Просто для Дома хозяйства И никто Почти никто Не рискнет В это ввязываться Сейчас Потребности Есть То есть Какие-то возможности Будут возникать Но Это все равно Будет Единичное Случай И это Передет К снижению Покупки Жилья Если мы Переключимся С Гражданского Жилья Скажем На коммерческое Строительство 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 Которое Будет Что это Ну я Я бы Наверное К первой Предположению Склонился Это Попытка Что-то То есть Есть механизмы В дальнейшем Получать Те деньги На которые Они рассчитывали У нас же Кризис Недоверия То есть Те Те Движения Те Принятые решения Которые Которые Были В Кировской Области В отношении Строителей Ну вот Эта история С невыдачей Разрешения Это одна Из таких Историй Изменение Правил Игры В полете Да Это Одна Из историй Почему Потому что Их было Несколько То есть Они На протяжении Последних Двух-трех Лет Принимались В Кирове Кировской Области Поэтому У нас Просто Из общения С теми Кто готов Был Принципиально Выкинуть Объекты Мне сказали Так Я в эту игру Второй раз Играть не буду То есть Те обещания Которые Дают чиновники Они могут быть Невыполнены И я с этим Сталкивался Я на второй раз На эти грабли Наступать не буду Поэтому И Крупные Или средние Подрядные Организации Которые бы Смогли бы И хотели бы Может быть Даже участвовать В этих Конкурсах Они на эти Конкурсы Не заявляются Еще один момент Ведь никто Не приходит Из других Регионов На эти Конкурсы То есть Ведь у нас же Конкурс Не только Для Кировской области В нем Можут участвовать Подрядчики Из любого региона И я не вижу Очереди Из соседних регионов Подрядных организаций Которые пришли Сказали Что мы будем строить Если мы берем Вот этот конкурс По школам В третий По-моему Раз Я уже устал считать Даже не скажу В который уже А ведь это Федеральный проект То есть Я так понимаю Что мы Не выполнить Его не можем Ну если мы Его не выполним Если мы его сорвем То значит Больше просто Кировской области Не получим И что будут делать власти Ну пусть Принимают решения То есть Они для этого Власть Для этого Они и зарплату Су получают Чтобы решать этот вопрос А Дмитрий Валерьевич А сметы Вот эти Про которые Вы говорите Их каким-то образом Можно пересчитать Официально оформить Что это будет стоить Да Но у нас экспертиза Фудкировская экспертиза Очень государственная Очень энергии Инертный орган Причем это государственный орган Который управляется У нас Из серого дома Да То есть Но Очень долго там проходят Все вот эти Вопросы Проверки СМЕД Проверки проектных решений Затягиваться Очень долго А тут у них Я имею ввиду Придельство Кировской области Сроки очень сжаты Я просто вчера Посмотрела Любопытство ради Там Средства массовой информации В другом регионе Это Калининград Я понимаю конечно Что там может быть Стоимость Себестоимость Строительных материалов Немножко повыше Но учитывая Что это Все-таки Такой отрезанный От основной России Регионы Может проблемы с логистикой Какие-то Да Но там На школу Насколько я понимаю Там по 2 миллиарда Уже выделяется То есть Это Ну вот это Вы сказали То есть Вот тот Диспаритет Который есть Между Предложением От Государства И то есть С себестоимостью Которая раскладывается На рынке сегодня То есть Надо пересматривать И быстро Я не знаю То есть Здесь вопрос К правительству То есть У них есть Несколько механизмов Как этот вопрос Решать Пока я не вижу Кроме Административного Давления Давай-давай-давай Иначе мы тебя задушим Ну мы видели В лучших Траницах Обкома партии То есть Ну вот я больше Никаких попыток Не вижу Приятные впечатления Производят А можно Какими-то Иными способами Простимулировать Строителей Ну кроме того Что ты там Пообещаешь Стоимость поднять Как ты это Зафиксируешь На бумаге Что ты делаешь Никак зафиксировать Никто не готов Да Поэтому У нас Его никто не верит А какие-то Еще механизмы Помимо Непосредственно денег Есть условно Пообещать Выделить участок Под строительство Несмотря на Сложные проблемы Другого Пути решения Есть Другие же регионы Строят Почему Кировская область Не может найти Таких путей решения Значит Надо искать Возвращаясь К зданию Аэровокзала И тому Что мы здесь Не потянем За свой счет Строительство Вот этого Объекта А нужен он Вообще Вот этот Новый терминал Вы Вообще Часто летаете Ну Пользуюсь Услугами Победы Я не скажу Что часто Может там Раз-два в год Но Вопрос Это Вопрос Стратегии То есть Если не будет Таких ворот В город Киров То перспектив У региона Наверное Становится Намного меньше То есть Авиасообщение Это То что нам Необходимо делать Для того Чтобы регион Развивался Поэтому Да Насколько нам Необходим Второе Второе здание Я не могу сказать Я не специалист На сегодняшний момент Это Сфера убыточная То есть Каждый год Принимается решение О компенсации Убытков Связанных С авиаперевозками Но тем не менее Я считаю Это делать нужно И Вопрос О том Что это нужно Развивать Для того Чтобы это Хотя бы Вышло В ноль И не легло Затратами На бюджет Областной С одной стороны С другой стороны Это Все равно Приток Инвестиций Приток Людей Тоже Скажем Та же Логистика Она На сегодняшний момент Стоит В приоритете Для того Чтобы Развивался Бизнес На территории Это Замечательно Все И надо Конечно Это Делать И я вижу Что почти 4 миллиона Вот эта Вот история Может поменьше Она будет В процессе Торгов На разработку Проектной документации Пытаются Собираются Выделить Но пока Вообще Не очень понятно Что будет с авиацией В том числе Внутри России Потому что Есть уже Экспертные мнения Что еще месяца Два-три И авиакомпании Начнут часть Бортов Вообще снимать Как бы с рейсов С линий И разбирать На запчасти Здесь я не являюсь Экспертом Я думаю Что наверное Будет сделан Упор На внутренние Авиаперевозки Это сфера Очень недоразвита Вопрос На чем летать Я думаю Что в этот вопрос Будет решен То есть если Будет Предложение То есть если Это будет Потребность То вопрос Поставки Запасных частей Он будет решен Через параллельный Импорт Ну как один из механизмов Да Может локализация То есть Опять же Если будет Потребность То вопрос Будет решен То есть на перспективе Все-таки надо Работать Не опускать Рук Я в этом уверен Пока не очень понятно Все Ситуации Ну ладно Не знаю конечно Каким будет Это вот новое здание Потому что То что нам обещают Это и какие-то Там подъездные пути Дороги Передоз остановок Общественного транспорта Залы ожидания Прилета Вылета Регистрации Встречи проводов Пункты досмотра Накопителей В общем Много всего Еще зал повышенной Комфортности Не знаю Пункт досмотра Для инвалидов Комната матери И ребенка Вот из того Что я сейчас читаю В принципе Мне кажется Что в старом здании Практически все есть Ну кроме Может быть Второго этажа Который Как я слышала Вроде сложно Отремонтировать Поэтому к нему Даже не подступаются Ладно Посмотрим Конкурс С 3 июня Должны Подвести Результаты Этого конкурса На разработку Документации Посмотрим Что придумают И что предложат Следите ли вы За голосованием По комфортной среде Сегодня по моему Сегодня последний день До 30 числа Ведется голосование На портале Городская среда Несколько объектов Мы обсуждали Те которые набрали Большее количество голосов Это театральная площадь Были представлены проекты Там площади у памятника Конево Александровского сада Вы вообще сами голосовали За Александровский сад Да А почему Ну я не знаю Мне как-то там Место может быть ближе Мы чаще туда Можем потихоньку Ходим просто С ребенком погулять Поэтому за него Я голосовал Как житель Что мне больше приглянулось Наверное Никаких других Оценок Я здесь не давал Вы видели Вот эти вот там Ну картинки Они правда там Подразумевают Некое масштабное строительство Ну если говорить Про театральную площадь Она вообще резко там Изменит свой вид Если конечно будет Этот проект там Утвержден Или этот дизайн Там Который Был представлен Вот понимаете Я думаю так Что не строя планы Ничего сделать нельзя Пусть они будут На сегодняшний момент Нереализованы Но во всяком случае Есть Какое-то движение Есть какая-то мысль О том Как это все развивать И при возможности Это можно будет Быстро включить Если возьмем опыт Наших соседей с юга То вот на любое предложение С федерации Что-то сделать Они сразу приходят Уже с готовыми Проработанными проектами И поэтому Они скажем Впереди планеты всей Получают Это мы про кого говорим Это мы говорим Про датарстан Про казань То есть они получают Дотации из федерального бюджета На то чтобы это реализовать Потому что они приходят И приносят уже Да То есть когда Когда все объявили Мы начинаем только Чесать затылок Чтобы разработать проект У них уже этот проект Лежит в столе Они его достали И пошли И пришли первыми Да Эти проекты Требовали софинансирования Но вот Это софинансирование Оно Ну По плечу Мне кажется Областному бюджету Да Может быть сейчас Какие-то будут сокращения Этих программ По там Благоустройству И чем-то прочее Хотя не знаю Может быть они останутся И на прежнем уровне Мы чуть подробнее поговорим Об этом после небольшой рекламы Через полминуты вернемся Не переключайтесь Особое мнение На 101FM Дмитрий Сергеев Сегодня высказывает Особое мнение Член правления Союза строителей Кировской области Генеральный директор Строительной фирмы Маяковская На конкурсе Формирование Комфортной городской среды И тех проектах Которых сейчас Которые сейчас выбирают Прямо сейчас Кировчане Сегодня последний день Александровский сад За этот объект Голосовал Наш гость Я голосовала За театральную площадь Дмитрий Сергеев Говорит Даже если не делать То все равно Надо готовить проекты Чтобы они были Если что Вдруг деньги подвернутся Мы уже придем И попросим их И можем даже Где-то дать Какое-то софинансирование Собираются По вот этим объектам Какое из них выберут Что будут делать Второй вопрос Собираются Точно так же Как это было С парком Еминекирова Объявлять Как я понимаю Что-то вроде Соучаствующего Проектирования То есть привлекать Горожан Чтобы они предлагали Что еще Значит там должно быть И что нужно добавить Вам эта история Кажется правильным С привлечением Жителей местных Там да Или в целом Там по городу К разработке Какого-то проекта Абсолютно правильно Это мое глубокое убеждение Почему потому что Ну хозяевами города Являются его жители А не чиновник Который Утром проснулся И решил Что давайте Как мы сделаем так А послезавтра Он проснулся И сказал Что нет Давайте А вот так А вот такого Быть не должно Да То есть Должно учитываться Мнение тех людей Которые являются Пользователями Этого общественного пространства И поэтому Соучастное проектирование Это является Одним из условий Участия Вот в этой Федеральной программе То есть Без его проведения Получить деньги Из федерации Просто невозможно То есть Просто Москва заставляет На местах Делать Вот эти вещи Люди активно включаются Я помню С парком Кирова Было там Прям целые Команды ходили По парку Да И смотрели Где что можно построить Но в итоге Как я понимаю Итоговый проект Который Разработан был Он сильно отличался От того Что люди предлагали Ну и С одной стороны Вы правы Люди действительно Понимают Что им Вот здесь надо Они будут пользоваться Этим объектом С другой стороны Люди может быть Не всегда понимают Что возможно Реализовать А что нет Здесь Соучастное проектирование Это вопрос Как раз Найти Компромиссы Между Различными Категориями То есть У нас Есть разные Пользователи Того же парка Возьмем Кому-то Нужен активный Отдых Кому-то Нужен пассивный Отдых Кому-то Нужна площадка Для выгула Собак Вот Эти категории Выявить Во-первых Всех пользователей Во-вторых Их между собой Увязать То есть Сделать Каждому Какую-то Территорию Чтобы эти Это как раз Услышать пожелания Что бы хотели видеть То есть Никакая скамейка Здесь была стоять Зеленого или красного цвета То есть Это вопрос Как раз Уже архитекторов Которые разрабатывают проект А вот именно Наполнение То есть Что нужно Поэтому Соучастное проектирование Это не проектирование То есть Это Как скажем Срез Срез общественного мнения Здесь Как бы Может быть У людей Есть Некоторое заблуждение Что Соучастное проектирование Это Мы должны прийти И нарисовать Вот здесь урна А здесь скамеечка Нет А здесь качельки Да Вот это не так Дальше Идет Разработка концепции Вот на основании Этого Такого Среза мнения Архитектор делает Концепцию В которой он Пытается отразить Те пожелания Которые он услышал И вот эта концепция Как раз В парке имени Кирова Она разработана была Она прошла обсуждение Публично Ее людям Жителям Предложили И Все проголосовались Ну не скажу Что все Но в всяком случае Она была одобрена То есть вот Мне как жителю Пообещали сделать вот так В итоге Мы сейчас видим Проект В котором Изменено Изменения Такие На мой взгляд Очень Существенные Но для меня Они были Принципиальны Давайте скажем Что будет Чего не будет Для потребителя Парка Для того человека Который Парком пользуется Причем Я туда хожу С ребенком Мне нужно что Мне нужно место Где мог бы ребенок Сходить в туалет Где можно было бы Ребенка накормить Напоить Пусть там Минимально То есть Какие-то точки Общественного питания Точки Обслуживания Они должны быть То есть Вот эти места Как бы перспективные Они из парка ушли Плюс У моего коллеги Который занимается Маломобильными Группами населения Который сам является Маломобильным То есть Всего ограничений По здоровью У него тоже Возникли вопросы О том что Он будет не очень Удобен для Пользования Вот этой категории Людей Но ведь маломобильные Это не только у нас Люди с ограничениями По здоровью Не только люди Колясочники Это и мамы с колясками Это и пенсионеры То есть Вот эти моменты Они тоже должны Быть учтены Поэтому Вот Все замечания Нам с ними помог Разработчик концепции То есть Он нашел Как бы Ну как говорится Найдите 7 отличий То есть Он нашел Отличия между Проектами И между концепцией И эти все Замечания были Отданы в администрацию Города Кирова Заказчик является Администрация города Кирова То есть Она либо Учтет наше мнение Либо не учтет Вот как мы сейчас Видим ситуацию Она наше Мнение И наше замечание Не учла Наше Я имею ввиду Мы обращение Готовили Это Общероссийского Народного фронта И что теперь Ну то есть Вот она не учла И все Да Она просто не учла И все То есть Ну вот Нас поставили перед фактом Нас жители города Кирова А зачем тогда дальше Участвовать В соучаствующем Проектировании Если все равно Никому не нужно А это условия Федерального софинансирования То есть Не приведя эту процедуру Деньги Москва не даст Нет я понимаю Зачем это администрация Для галочки А зачем людям тогда это Ну люди все таки надеются Что вода камень точит И Ну а другого пути у нас нет То есть если мы не будем участвовать То нас точно обращать внимание не будет Понятно В общем Не опускайте рук Да Денег нет Но вы держитесь Но вы держитесь Еще один крупный Инфраструктурный проект Который собирается И собирается Наверное По-прежнему Строить в Кирове Который много шума надел Последние две недели Это крематорий Появилась информация О том Что объявлен конкурс По строительству И надо как-то согласовать Не знаю Провести общественные слушания На Луганской Луганской 14 По-моему А Если я не ошибаюсь Вот И местные люди вышли Значит Местные жители С возмущением Начали писать письма О том Что нам он здесь не нужен Ряд экспертов сказал Что там уже какой-то объект Построен в внешне Очень напоминающей Крематорий Но почему-то Напротив того участка Который выносился На общественные слушания И финальную точку Как я думаю Поставил видимо Исполняющий обязанности Главы региона Который сказал о том Что Крематории в Кирове Строить По крайней мере По тому адресу Не будут Начну С того Что наверное Объект нужен Да То есть Для Кирова Кировской области Потребности В этом есть Дальше По земельному участку Вот Тот земельный участок Он С формальной точки зрения Соответствует всем требованиям Для размещения данного объекта То есть Он на достаточном удалении Ну то есть Там были Приведены Лабораторные исследования Был разработан проект Замеров пока делать нечего То есть Объекта нет Замерять нечего То есть Но был разработан проект Санитарно-защитных зон В категории Там какие-то Которые бы Попадали в эти Санитарно-защитные зоны Которые там не могут Располагаться Не выявлено Заключение Специализированной Лаборатории По этому объекту есть То есть С точки зрения закона Вроде как Все хорошо С точки зрения закона Да Но Здесь вопрос другой То есть Сейчас есть Общественный резонанс Причем этот резонанс Отрицательный Да То есть Мы против То как раз Задача органов власти Ну скажем Соблюсти интересы И общества И предпринимателя И вот На сегодняшний момент Я так понимаю Что Интересы общества Стали в приоритете И поэтому Такое решение Исполняющие обязанности Губернатора И принял А где-то вообще Есть Вот В окрестностях Кирова Не за 150 километров От города А где-то в окрестностях Кирова Есть площадка Где можно построить Такой объект И не столкнуться С негативным Общественным мнением Я просто помню Историю с полигонами Да С размещением полигонов Тогда же Вот Года 2-3 назад Когда в Лубягино Собирались что-то подобное Строить Местные жители вышли Возмутились Сказали Ладно Окей У вас не будем Будем искать другую площадку И по-моему Так и не нашли ничего В окрестностях Кирова Подходящего Опять же С формальной точки зрения Такую площадку найти можно Которую будет соответствовать Которую будет соответствовать Всем действующим нормативам Вопрос другой Как на это будут реагировать Жители Как на это реагировать Общество То есть Вот этот вопрос Ну он непредсказуем И никак не угадаешь Никак не угадаешь Пока не выберешь очередной участок Никак не угадаешь Возмутия цели Нет С другой стороны Те же самые жители Если этот объект построить За 100 километров От Кирова Будут возмущаться А что так далеко Да-да-да Представляете Сколько стоит туда увезти Сколько стоит обратно привезти И прочее Ну это вопрос Работы с обществом Объяснять Рассказывать Доказывать Как сказать Безопасность данного объекта Пока такой работы Со стороны предпринимателя Наверное проведено не было Понятно Ну в общем Опять получается Что все Зависит на уровне Там Каких-то разговоров Споров И чего-то остального И объект работать У нас не будет Еще там Достаточно продолжительное время Ну да Получается что Получается что Администрация города Последние прямо уже Успеем наверное Две минутки Объявила конкурс На лучший проект Остановок Общественным транспортом С подачи Красивого Кирова Движения Красивого Кирова Насколько я понимаю И вот он идет Он до 21 июня идет Можно принимать И подавать там заявки Люди вроде как Даже там оживились И заинтересовались Что должно быть На этой остановке Там пульт для зарядки Стены, крыша Понятно это все Да Обзор Знаки дорожные Вам как кажется Вообще Вот эта история С остановками И со строительством Остановок За бюджетный счет Она насколько выигрышная Потому что Вот я вспоминаю Времена когда НТО располагались На остановках И как-то мне кажется Бюджету было попроще Да и порядка Было побольше Потому что НТО вокруг себя Прибиралась Да Я видел на страничке Тоже красиво Кирова То есть Примеры решения Я понимаю Из других регионов Они были На мой взгляд Очень удачными И взгляд радовали И может быть Не весь перечень Того что бы хотелось Там было размещено Но доработать Это всегда можно Они были с НТО Эти проекты Или просто С НТО То есть Опять же Мы может быть Изобретаем велосипед А может нужно было Просто посмотреть по сторонам И взять лучше опыт И доработать С учетом Каких-то местных особенностей Вопрос о том Как это будет реализовано То есть Если за бюджетные средства То это опять же Конкурс На уменьшение цены И мы получим То То что получим То есть Тут сэкономили Там немножко убавили И на выходе Будет не то За что Голосовали жители Вопрос Решения Это вопрос Этой проблемы За счет предпринимательства Я считаю Что наверное Выигрышный То есть Это С одной стороны Экономия бюджетных средств С другой стороны Это рабочие места Ну вот смотрите Из всех разговоров Которые сейчас Вокруг этого конкурса Идут Я делаю вывод Что в администрации Даже не рассматривают Возможность Оснастить остановочные павильоны Какими-то вот киосками Где может предприниматель Либо арендовать площади Либо сам там построить А это подход Наших местных властей То есть Я могу об этом Уже говорить Как со стороны Со своего опыта То есть У нас все время Направлено решение Как сказать нет А не найти вопрос Решения данной проблемы В рамках действующего законодательства Поэтому Если есть возможность Сказать нет Скажут нет Пока ничего не поменялось Печально Не важно Какой вопрос мы решаем Печально Все Время наше заканчивается Спасибо большое Дмитрий Сергеевич Член правления Союза строителей Кировской области Генеральный директор Строительной фирмы Маяковская Хочется пожелать Конечно Строительные отрасли Оживиться Да И Иметь возможность Работать Чтобы у кировчан Была возможность Покупать Новое жилье И по достаточно Доступным ценам Так что Я думаю Это ко всем кировчанам Надеемся на лучшее Спасибо большое Программа заканчивается Спасибо вам До свидания Продолжение следует...